Всем привет! В комментариях вконтакте я к моему прошлому видео, кстати, не пишите комментарии в ВК, их там никто не читает, пишите на ютубе. Кто-то спрашивал меня, могу ли я сделать более качественную картинку, так как смотреть невозможно. В общем, я подумал, что могу с этим сделать, и пришел к четкому и ясному ответу. В общем, вот он. А теперь давайте перейдем к кубку послого Китая по войцы 2021 года, который прошел в эти выходные сразу в двух форматах. ТОП-16 отобранных по рейтингу участников могли играть вживую в Москве, а остальные и все желающие в онлайн-турниры на КГС. И вот таблица онлайн-турнира. Чтобы вы смогли знать результаты, так как партии оттуда мы разбирать не будем, там не было ничего особо интересного. Первым место занял Ким Шахов, для которого этот турнир стал, вторым за последние три года. Игорь Бурневский проиграл Альгульсу Луузяновой, а одна из партий до сих пор рассматривается из-за возможного подозрения в читерстве. В общем, все, к чему мы привыкли за последние несколько турниров. И давайте перейдем к основному турниру, среди ТОП-16, который проходил по довольно необычной системе. В первый день турнира нужно было выиграть две партии, чтобы пройти в четверть-финал. И уже там, во второй день, разыграются места с первого по восьмое по классической олимпийской системе. И первая партия нашего обзора, это партия между Дмитрием Суриным и Рахматом Деменчином. Название объясню позже. Не буду разбирать очень подробно, потому что хочу покрыть несколько партий. Посмотрю только основные моменты, самые выделяющиеся. В данной партии все начинается в левом верхнем углу, где Сурин лезет в борьбу. Он режет, и в этой позиции режет снова. Нельзя резать Е18 в этой джосеке, потому что есть контраграф в С14. Правда, что обычно стоит делать белым, это сыграть здесь самим. Если черный доберет камень, то оказывает давление снаружи на слабые камни. Как-то атаковать их. Из-за чего, возможно, черный нужно искать другой путь. Типа, соединение здесь. Но Сурин режет, и это небольшая ошибка. Потому что Рахмат может толкаться, и на ответ внутри он убегает. И как минимум забирает пануки. Это уже как минимум пануки. Это не так плохо. Поэтому Сурин играет снаружи, и съедает камень ходом Е18. Что дальше? Дальше очевидно молот. Надеюсь, вы знаете, это у судьи молот. Если не знаете, то смотрите внимательно. Для кого я это показываю. Черный жертвует камни. И, по идее, может сразу резать и забирать двушку слева. По сути, получается размен. Но он в пользу черных. Черные просто забрали себе новую сторону, которая раньше была стороной белых. Рахмат примерно это и делает. Только вначале он добавляет немножко камней к этой жертве. Для того, чтобы в итоге у него были еще дополнительные станды ходы в Б-18 и Б-19. Правда, это не очень хорошая идея. Ведь в данной позиции, несмотря на то, что эти ходы не принадлежат сейчас черным, остаются слабости снаружи. И здесь Рахмат ради получения небольшой прибыли очень сильно укрепляет соперника. А зачастую стоит пожертвовать несколькими очками, чтобы оставлять у соперника слабости. И позиция немножко в пользу белых, но незначительно. Борьба потихоньку перетекает в левый нижний угол. И оттуда в правый нижний. Где Сурен играет прилипание к Агей Машимаре. И здесь ход С4 немножко преждевременно, наверное. Обычно просто прыгают. Ведь такой ход как будто бы атакует черные камни. А это нагло. Вначале защитись, потом атакуй. И Парахмат начинает жесткую контратаку. И в итоге бьет по форме здесь. И спустя несколько ходов режет. И на ответ Р5 он разрезает. Потому что тут есть защелка, позволяющая отпилить группу Сурена. И угол живет. А белый, белый не особо выживает. Он сейчас может спасти камни справа. Это то, что сделал в партии Сурен. Но камни в центре просто умирают. И он с этим смирился. Он их отдает. Он забирает снизу. Этот ход также угрожает пойти в К5. И съесть двушку. Тоже много. Здесь защелка, так что не пропустите. И Рахмат просто добивается справа. Ходом С7. Что возможно было немножко пассивно. Возможно был такой ход, пытающийся забрать больше. Если белый выживает изнутри, то в каком-то таком варианте он выживает. Но получает мало. А у черных это Санда против угла. Давление снизу все еще остается. Там так или даже сюда. И помимо этого еще и Кейма снаружи дает огромное влияние. И Мою в центре. Так что немножко помелочился ходом С7. Рахмат, наверное. И дальше партия переходит в Йоса. Сурин в центре забирает два камня. И сокращает центр. И тут Рахмат создает себе возможность справа. Теперь он может забрать четыре камня. Правда сейчас это мало. Полезнее играть в центре. Но немножко неправильно с ним в баланс. И предположив, что он побеждает, он забирает спокойно. Но позиция равна и надо действовать агрессивнее. Может быть как-то так. Надеясь, присматриваясь к разрезанию в точке А. Имеет смысл. Но в итоге все заканчивается. После того, как Сурин тем временем забирает двушку справа. Возникает борьба. Которая решает сход партии в центре. Сейчас вроде бы эта трешка просто погибает. И Сурин только это здесь. А у Рахмата остается мало времени. И он блокирует. Вроде можно. Но в Атаре. И на Атаре нельзя отвечать. Внезапно выясняется. Потому что если ответить, то Атаре здесь, Атаре здесь, Атаре здесь. И вытягивание разрезающего камня. У черных 4 дыхания. У белых, ну если посчитать прям вот напрямую, вот так, то их 3. Но понятно дело, что их больше. Если позволить соединиться, то их 5. И белый просто выигрывает семянь. А если резать, то в таком случае надо соединиться. И у белых 4 дыхания против 4. И первый ход, то есть они выигрывают. А значит, надо вытягиваться. Тогда белый играет здесь. Черный соединяется. Белый сидит в двушку. Казалось бы все, но нет. Черный все еще может давить. И в таком варианте здесь возникает Ко. В чем была проблема увидеть это и сыграть этот вариант? В том, что он идет 25 ходов. А времени нет. Поэтому архмат просто отдает двушку. И если бы он подумал об этом еще на пару ходов раньше, то понимая, насколько много проблем доставляет пункт А, можно сыграть здесь самому. Двушка спасается, территория закрывается. И все в порядке. У черных небольшое преимущество, которое был бы шанс удержать в партии. Но после отдачи двушки партия уже равная. И даже если сыграть правильный ход типа такого в данной форме, то белые имеют равную позицию и скорее всего Сурин бы смог победить. Потому что он хорошо играет Йоса. Но у Рахмата ничего с Биоми и он допускает еще одну ошибку, играя здесь. А этот камень не добивает белых. И он может спастись. И нельзя, скажем, сыграть здесь, потому что после этих Атари внезапно оторезается вся группа сверху. Можно загреть как-то по-другому, скажем, здесь. После чего нужно добить трешку. Но белый получает сэнда, чтобы первыми сыграть большой ход здесь. Да, и из этой борьбы белый просто выходит с большим преимуществом. Потому что он отбирает все в сэнда, играет сюда. И эту партию Сурин легко довел до победы в, кажется, 6,5 очков. Да. В общем, из-за чего? Из-за Бьеми. Если бы было больше времени, я думаю, что Рахмат смог бы не допустить ошибки в центре и удержать победу. А мы перейдем к следующей партии. Партия между Егором Авровым и Александром Матушкиным. Сразу скажу, что это была самая длинная партия турнира. Кажется, и по количеству ходов, и по потраченному времени. Начинается с обычной Джусакой. Я надеюсь, что вы примерно это более-менее знаете. Вот Агейм — это первый ход, который должен вызывать вопросы. Потому что этот ход жесткий, странный, опасный. И продолжает давление Саши таким ходом. На простой ответ, я думаю, он бы запирал. И как-то агрессивно здесь атаковал Белые Камни. Но Егор это предотвращает таким толчком. Этот ход центра против угла надо отвечать. И он выбегает налево. И в чем план Белых? В том, что черные оставляют себе слабую группу центра, которые они должны будут выживать, а Белые будут атаковать и получать на атаке какие-то очки. Или влияние, или что угодно еще. У черных был суперсерьезный план сыграть так, который Саша рассматривал в РМ партии, но не решился на него. Потому что он включает в себя смерть. Ну, как бы жертву. Ведь Белые вроде бы проблемы какие-то есть у группы, но куча слабостей у черных снаружи и они съедают трешку. Правда, Белые по сути клюнули на черную жертву. Очков у Белых не так много, а влияние колоссальное. Просто шикарная стенка, без слабостей практически. И таким образом черный решил бы все свои проблемы. Не осталось слабостей. Все либо выжило, либо умерло. А здесь угол выживает. Порезать нельзя, потому что тут в конце концов Атарий, на который надо отвечать. Но проблема в центре. Слабость очень серьезная. И с этой группы черные страдали до самого конца партии. Прямо до самого конца. Я позже поймете, о чем идет речь. И тут Егор умело использует прием разделяющий атаке. Просто пилит. И позиция очень сложная. В этот момент скажем, у черных есть разные возможности. Например, попытаться добить камень здесь, а потом как-то выживать центром. Либо так, либо так. Что-то бы здесь непонятное было. Может быть, сыграть сюда, выживая. и надеюсь, что если белый добивает тут, то под атакой находится группа слева. Очень сложная позиция, очень много вариантов, и Саша пытается ее упростить. Играет здесь, подразумевая, что создает Миаи. И следующим ходом, либо хочет убить группу ходом А, либо выжить своей ходом Б. Проблема для него заключается в том, что он не угрожает убить группу белых. Егор играет сюда, и теперь уже угроза черных не H3, а даже Е4 и съесть четверку. Но белый защищается, а группа живет. Они очень много времени потратили, считая все эти варианты, и Егор просто выживает вот таким образом. После чего черный играет Тануки. Поясню, почему именно. Здесь глаз есть, довольно видно. А тут, казалось бы, камень спасается, но белый играет так, и выясняется, что в конце варианта нельзя спасти трешку, и на ее месте есть глаз. И белый просто выживает, а черный не совсем. И у него огромные проблемы внезапно, уже к 80-му ходу у белых абсолютно выигранная позиция, которую нужно просто спокойно конвертировать, и еще немножко здесь была борьба, ну, коборьба, если быть точнее, который в итоге белый выигрывает, и имеет спокойное преимущество, потому что у него больше очков, больше влияния, а у черных только слабая группа в центре. И как выигрывать такие позиции? Нужно просто играть спокойно, не создавать слабостей, ничем не умирать, не поставить под атаку, и все будет спокойно. Достаточно большое преимущество по очкам, позволяет действовать в такой защитной манере. И ход J2, например, это хорошая демонстрация. Белый просто защищается, чтобы все было в порядке. Теперь нужно выжить группой справа, и не пугайтесь, она выжила, справилась с этой задачей. Проблема была, когда черные начали отковать сверху. Ход M14 грозит порезать, можно просто отвесить. Если вы имеете 20 очков, вы должны сделать именно так. Такой ход, да, он все еще работает, на этот ход мы забираем двушку, но появляется ход с другой стороны. Ну и все еще может защититься, да, теперь у черных есть ход сверху, но он не такой большой, надо просто сохранить преимущество. Вместо 20 очков будет 15, и это все еще нормально. Но Егор ставит Атария, предполагая, что сыграет здесь следующим ходом. Но Саша находит свой шанс. Теперь он давит на группу, получает несколько сента камней, а потом режет и начинает убивать. Внезапно умирают обе белые группы. Нужно выжить в центре, потому что если сыграть так, то черный убьет, а после этого черный убивает вверх. И группа правда умирает, она просто умирает, без шансов на выживание. И сейчас Саша уже выигрывает где-то 10 очков, если просто добьет группу, скажем, таким ходом. В центре нет никакого разрезания, скажем так, потому что белый убегает, а черный убегает, и у него все хорошо. И при грамоте оценке баланса можно было бы выиграть партию одним ходом, но каким образом, играя на бьеме примерно с вот этого момента партии, можно оценить баланс, четко понять позицию и сделать таким образом. Нет, это практически невозможно. И Саша жадничает, он играет здесь, и это фатальная ошибка, потому что теперь ход белых в центре угрожает порезать ходом А, очень красиво, нацедняться, теперь отарь здесь, отрезающая черную группу с одной стороны, и разрезание с другой. теперь начинается семья между двумя группами, и игроки по очереди отнимают дыхание, либо пытаются накопить дыхание себе, когда все дыхания закрыты, становится очевидно, такая красивая форма, черный бьет дуушку, белый бьет дуушку, что это ко? а у черных нет коугроз, а у белых есть, и довольно много, и черным приходится играть вот настолько плохую коугрозу, отдавать центр, и все еще играть кону спасения своей группы, которая вскоре белый тоже выигрывает, отдавая не так много снизу, и после этого они уже ведут 36 очков, закончившиеся до конца партии, сохранившиеся, да, и таким образом на объеме оба отдали партии, вначале белые отдали партию, позволив убивать свою группу вот этим ходом, а потом черные вернули ее обратно, да, настолько интересная партия, 340 ходов в ней в итоге было, и дальше мы перейдем ко второму туру, начнем с партии Антона Черных и Андрея Кашаева, у обоих по победе в первом туре, вообще после второго тура будет 4 человека без поражения с двумя победами, которые уже будут в четверть финале и смогут отдохнуть и поехать домой, и возможно этот факт сыграл немножко против Антона, потому что он хотел побыстрее закончить и уехать отдыхать, готовиться к следующей партии, да, да, здесь перестановка ходов получилась забавно Джосека, надеюсь вам знакомая, черные забрали угол, белые получили влияние, после этого Кашаева надо уничтожать влияние, для этого он отдает очки, в общем туда-сюда все отдается, это нормально, дальше надо разыграть верхнюю сторону наконец-то, и Антон хорошо играет Фусеки, он постепенно получал преимущество, и к этому моменту его преимущество уже составляло 10 очков, и он атакует группу довольно опасно, но немножко глючит, он сказал, что играл быстро, торопился, и сейчас съедает камень, вместо этого мог поставить Атари, после этого даже не съедая камень таким ходом, потому что это оставляет Атари снаружи, а сыграет сразу здесь, и из-за черных это выглядит очень опасно, а такой ход позволяет не только Атари с этой стороны, но еще и Атари здесь, единственное, чего белый лишил бы себя, тем Атари, это Атари в Q8, но в партии Антон даже не сыграл его, ведь началось КО, и в этом КО он допустил еще одну ошибку, он сыграл небольшую Ко угрозу, позволяя черным выиграть КО, причем не простым соединением, а разрезанием, это двойной Атари, на который можно ответить только одним ходом, спасая оба камня, обе группы, это съесть камень, но тогда Атари здесь, и трешку уже не спасти, нужно отдавать, а это еще позволяет черным чуть позже сыграть вот это Сента против белой группы, и после этого Антон еще не добивает Пануки в Сенте. Да, он играет здесь, и черный спасает камень, и Кошаев внезапно выровнял позицию, и партия оставалась равной до самого конца. К сожалению, ее нельзя посмотреть более подробно, потому что был допущен небольшой для Троцки косяк, связанный с ходом Б-19. Вы сейчас видите, что это большой Сент-Иос за черных, вот это, которое было сыграно в трансляции на 222-м ходу, уже после практически всех остальных ходов. И более того, после этого еще такой ход за белых, на который черные не ответили, да, потому что если соединиться, то защелка. В общем-то, да, я бы и не рассматривал так всерьез эту партию, хотел показать ошибки в начале, но я не мог пройти мимо партии, в которой результат решился с золотом в полочка. Именно полочка Антон выиграл в этой партии и первым вышел в четвертьфинал. Да, также в четвертьфинале играли Александр Одинрушниц с Егором Лавровым, где Александр победил. И еще две партии четвертьфинальные мы посмотрим сейчас. В начале партия между Дмитрием Сориным и Вячеславом Кайминым. Это я. Если что, я в начале не представился. Я сыграл два Хаси, а Сорин ответил двумя Сансанами. Сорин обычно не играет Сансана, в этот раз удивил. Поэтому партия получилась достаточно интересной. Я промотаю к тому, к той борьбе, где началось все самое интересное. Здесь наши группы выбегали в центр. Мы все выбежали, все спаслись и все в порядке. И началась следующая часть партии борьба слева сверху. И вот именно в ней я получил преимущество. Когда Сорин меня порезал, а потом стал опасно давить на группу сверху, но это давление, это хана, это перебор. Потому что я могу поставить атари, а здесь вытягивание, двушка умирает. Он здесь немножко просчитался, предполагаю, что в этой позиции я должен отнимать у него дыхание, и тогда он ставит атари, играет так, так, пытаясь съесть мою трешку. Но я же играю здесь, вы можете спросить. Да, белый отдает двушку, потому что внезапно убивает меня правую сторону. На это рассчитывал Сурин, но мое противодействие включало в себя давление здесь, с расчетом на то, что если черный получит второй ход подряд, то это атари, разделение, сейчас я не могу играть сюда из-за вброса и чего-то такого, но я могу соединиться и следующим ходом убивать центр. Да, и Сурин был вынужден защищаться в центре, после чего я просто съел сверху и после того, как позиция успокоилась, выяснилось, что я забрал огромное количество очков на верхней стороне, а белые ничего толком не получили, даже слева, где после этого меня порезал Сурин, он думал, что я должен отвечать снизу, но я могу сыграть так, ведь в этой позиции у меня 4 дыхания, у него 3, и я выигрываю с умиаги. И у меня преимущество, но преимущество получаю ход L15, на который можно было бы просто ответить. Но мне не понравилось то, что белые оказывают давление и как-то атакуют мою группу снова, это неприятно, поэтому я посчитал один вариант, и этого оказалось недостаточно. Что я хотел? Я хотел порезать, не таким, конечно, ходом, я просто умираю в этом варианте, в очень коротком, обидном варианте. Я хотел поставить Атари, и в случае ответа, Атари здесь, соединение, я просто съел эту двушку. Это просто шикарный вариант. Но Сурин не такой. Сурин делает контр разрезание. И в итоге отпиливает меня. И что мне делать с моей группой? Внезапно она в серьезной опасности. Может быть не настолько внезапно, все-таки во всех вариантах такое примерно возникает. Но скажем, такой ход, который выглядит очевидно более-менее по форме, позволяет белым отрезать меня. И выживает ли эта группа? Я не знаю. Выживает ли эта группа при 30 секундах на ход? Ну это еще сложнее. И поэтому я играю такой ход, но он тоже режется. И в итоге Сурин меня просто убивает. Да, и в этой позиции простой ход здесь добивал бы меня. Его группа в центре под небольшим давлением оказывается после такого хода. Но это Сента. Это даже наверное ошибка в том, что нужно было сыграть здесь, отнимая дыхание у моих камней. Ведь теперь меня съедают. На что бы я надеялся на то, что я бы смог убить его группу, у которой только один глаз. Как-то пытаться это сделать, но это очень сложно и вряд ли бы получилось. Мне очень повезло, что у Сурина тоже было мало времени, и он сделал тайм суди, по сути. Сента обмен, надеясь, просто убьет меня, но это позволяет мне отдать камни и выжить своей большой группой. После чего я смог в Сента проатаковать его группу слева сверху, а потом окончательно добить слабости моей группы, и у меня уже преимущество, потому что да, эти камни это довольно много, но недостаточно. Все-таки сверху я забрал всю сторону, и теперь я уже довел партию до победы, кажется, в тринета с половиной очков. Да, ну и зная все шутки про меня и Сурина, и это противостояние, меня даже поздравили, присылав картинку из старой, но известной группы, обыграли вчера Славу Сурина, я знаю, что вы это смотрите, спасибо вам еще раз, очень прикольно. И последняя партия четвертьфинала между Тимуром Санкиным и Алексом Муромцевым стала самой безумной партией всего турнира, как мне кажется. Вусокий проматываю полностью, потому что вы его уже не будете смотреть, вы будете ждать жуткой борьбы, которая начинается в этот момент, когда Тимур играет белыми Кейму, и Алекс режет. Алекс просто режет, потому что может. Лестенка в его пользу, я не знаю, сколько вы ее считаете, поэтому показываю. Вот. И камень работает как сетево-прерыватель, поэтому белым надо играть здесь, и в этот момент у нас есть где-то 4-5-6 групп, которые без определенности в своем статусе, живые они или нет, непонятно, пытаются свалить на открытый простор, и игроки просто пытаются играть более-менее по форме, чтобы соответствовать, и тут Тимур играет такой ход. Мог бы соединить с пустым треугольником, но не стал. Предпочел быть порезанным, потому что на разрезании у него есть свое досудие. И что происходит здесь? Очень странный размен. Черные съедают трешку, угрожая съесть еще больше, белые защищаются, черные соединяются, белые соединяются, в итоге все группы продолжают бежать, только немножко в другом составе. То раньше черная группа была такой, сейчас немножко уже изменилась. Да, и белые атакуют внезапно, сейчас понимаю, что эти камни можно не сохранять, можно сделать сантомен, который мало ли потом поздно будет, если черный съест, тоже такой ответ, пока не поздно ставлю этот обмен. Внезапно выясняется, что кроме слабых групп еще и территорию нужно отстроить, поэтому Тимур ходит здесь, пытаясь забрать себе всю левую сторону. Вот такой неожиданный поворот. Но у Алекса был план. Алекса находит вот такую красивейшую комбинацию, отрезающую белую группу. Вот такой ход, он вклинивается, и ходы ай-бэми-ай, на такой ход мы за черных режем, и так режем, и даже если сюда говорят, что ха-ха, я съем пять камней, вначале Атари, а потом режем. И белым надо выживать, белым надо выживать на стороне, он играет здесь, а потом все-таки пытается что-то сделать в центре. И смотрите, что именно. Играя эту комбинацию, он в центре спасает свои камни, потом отрезает черных. Теперь умирает не только белый, но и черный. Умирают вместе, ну, понятно. И теперь пытается выжить. Правда, этот камень, черный легко спасают таким образом, но этот врат не заканчивается. Ведь белые могут сыграть в клинивне. Если черный съедает камень, так, так, С-13. Суперход, угрожающий начать Ко. Если черный защищается, то группа живет на месте. А если нет, то он на группу, да, которое примерно и было начато немножко другим порядком ходов. Т-13, да, не С-13, а Т-13, было сыграно сейчас. И это красиво, и это очень красиво. В итоге начинается Ко. игрой набьем уже на протяжении какого-то времени. Алекс мог уже сейчас просто добить группу. Это очень много очков, это просто очень много очков, и да, белые могут добить слева сверху, и то черный все еще есть втражение в Сан-Сан, правда, это втражение в свой хосе, как будто бы, своим камнем в свой хосе вторгаться. Но, да, проблема белой позиции в том, что проблема со всех сторон. Есть и выживание здесь, и выживание здесь, и вырывание с этой стороны какое-то, а также можно давить с этой стороны. То есть у белых много потенциала, но реальной территории останется мало. Но в чем проблема черных в этой позиции? В том, что нет времени все это оценить. и черные отвечают на Ко-угрозу. Ко продолжается. Тем более есть локальная угроза, у белых тоже есть локальная угроза, и белые могли прекратить Ко тоже в один момент очень выгодным для себя способом. Это сейчас, когда оптимальный вариант включает в себя Атарис здесь и блокировку, после чего Ко все еще остается, и черный может его забрать, но в таком случае белый играет любой из имеющихся ходов здесь, здесь или здесь. Теперь его территория намного более закрытая, чем была до этого. и теперь очков хватает. И Тимур играет такой ход, не вставив обмен, и позволяет выиграть Ко, но Алекс этого не делает, потому что перед срок ходов это бы позволило белому получить ту же самую хорошую позицию, и он соединяется, чтобы спастись. Ко возобновляется и заканчивается сразу же, потому что белый не отвечает на следующую угрозу. И Алекс реализовывает ее, но это неправильно, ведь можно было сыграть здесь, а это еще сильнее. Если белый соединяется, то так, и надо спасать двушку, а в этом семья черный легко выигрывает любым ходом. В климне это просто красиво, типа тут три дыхания на два дыхания, а здесь ну вот такое для очевидности поставлю, четыре дыхания на три дыхания, то есть тоже убивает. Да, то есть снова косяк, но я совершенно не обвиняю игроков в этих ошибках, потому что очень сложно играть качественно с небольшим количеством времени на ход. Тем временем Тимур решает закрыть все-таки Мойю, но борьба продолжается слева сверху, и черный откусывает еще одну группу, белый тоже что-то откусывает, но готов вернуть, сейчас соединяться нельзя, потому что досудий молод, надеюсь, что вы знаете, что такое молод, если вы не знаете, то смотрите внимательнее, кому я это показываю вообще, так, 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 и белый просто умирает, усваиваем урок, поэтому нужно было просто играть здесь и даже соединиться так, белый заберет много территории, и да, остается выживание в этом углу, но белый может позволить черным выжить, скажем, вот так, если немного очков потерять, да, Тимур играет таким образом, примерно с той же самой идеей, но да, это хоть неудачный, потому что на съедение все равно пришлось бы отвечать, только теперь тут камень еще непонятно стоит, да, Аликс тем не менее понимает, что на такой ход белый может и вовсе сыграть здесь, просто выжить углом, остановить обезьянку и выиграть, поэтому он вторгается и пытается выжить, Тимур пускает его в свою мою и пытается убить там, можно ли убить эту группу? Возможно, можно ли убить ее на Биоме? Вероятно, а что если Биоме еще и у соперника? Будет просто какая-то необъяснимая дичь, вот она, смотрите, черный ломится в сторону своих камней и вроде бы отрезает трешку, скажем, нельзя съесть камень, потому что она умирает, но Тимур находит хорошую Тусудзи H2, сдающий Миа и на такой ход соединение с этой стороны, если сыграть так, то это Атари, это Атари, белый спасен, поэтому Аликс играет с другой стороны, он давит здесь, надо соединяться и локально в СМИ черный проигрывает, несмотря на то, что по 4 дыхания у обоих, тот, кто занимает угол в СМИ обычно имеет некоторые преимущества, все еще по 2 дыхания, но ни здесь, ни здесь черный сыграть не может, поэтому Аликс играет с Узбрин, он пытается выжить хоть чем-то, но Тимур атакует очень агрессивно и пытается убить полностью, здесь он уже убивает часть, Аликс пытается создать какую-то базу для Ко, такую, но по сути здесь ничего нет, на такой ход можно не пробивать, а поставить Атари, локально получается Сэки, значит белый выживает, а черный нет, и Аликс режет, причем внезапно, снова говорю внезапно, отрезает центр, проблема для него в том, что СМИ между группой белых и группой черных все равно выигрывает Тимур, причем выигрыш был ходом Б13 оптимальный, ведь на соединение можно доиграть здесь, без Ко опять-таки, и просто Сэки построить, а СМИ в центре в пользу белых, ведь у черных два дыхания, а у белых три, и да, черные съедают камни в центре, но их можно было съесть с самого начала, вместо всего этого, это не та выгода, на которую рассчитывал черный, поэтому ход Б13 убивал все полностью и очень спокойно, а Алик в свою очередь следовало сыграть здесь раньше, чтобы не позволить этот ход Тимуру, вот, а в партии же Тимур допускает ошибку, и вместо этого хода играет здесь, позволяя начать Ко, да, не ходом Б13, это все еще не Ко из-за этого ответа, но сюда и нельзя играть А18, потому что так, 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 и посмотрите, два дыхания у черных, но ни одной из них нельзя занять, так, 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 два самуатари, белый погибает всем, поэтому белым приходится пробивать Ко, и они играют Ко, немножко оно трансформируется, и белый выживает, но отдает семь камней, позволяя соединить группу черных, угадать ли вы, кто выигрывает в этой позиции, не знаю, можно ли посчитать баланс в этой позиции, довольно сложно, но можно, а если по 30 секунд на ход, не уверен, белый выигрывает, несмотря на то, что потеряли большую часть своего моги, выигрывает всего лишь 10 очков, но тут Алик запускает фатальную ошибку, съедая эти камни, надо было останавливать вторжение, и в этом варианте при идеальном доигрывании где-то 12,5 очков кажется в пользу белых получается, а тут белым еще удается и в углу выжать, отнимая там огромное количество очков, и спустя несколько ходов Аликс сдается, единственная партия закончившаяся без подсчета очков, и конечно кто-то из вас может сказать, что вы бы сыграли намного лучше, было допущено столько огромное количество ошибок, которые вы бы не допустили, но во-первых, чтобы получить такую позицию, чтобы в ней можно было ошибиться, нужно играть хорошо до этого, а во-вторых, ну вы бы зевнули бы ферзя и две ладьи в этой партии, несмотря на то, что это игрого, вы бы смогли, у вас бы получилось, а у игроков давление времени, и это сложно, это нужно учитывать, сделаем небольшую паузу, посмотрим таблицу, потому что были разыграны партии второго тура, и победители, а именно Александр Дируштейн, Вячеслав Камин, Тимур Санкин, Антон Черных, вышли в воскресенье, в четвертьфинал, а проигравшие должны были играть партии с другими игроками, у которых было по одному поражению и одной победе, они все выиграли, Димитрий Сурин, Андрей Кашев, Егор Лавров, Алекс Мурнцев вернулись в верхнюю сетку после побед, и получилась такая ситуация, что если продолжать жеребьевку таким образом, каким это планировалось изначально, то из-за слишком предсказуемых результатов все пары бы совпали и были бы такими же, какие и во втором туре, и чтобы избежать такого однообразия и скучности турнира, организаторы прибегли к своему праву менять регламент по ходу турнира, что случается не так часто, но если это оправдано и это имеет смысл, то можно, почему бы нет, и во второй день утром была проведена жеребьевка, которая свела между собой четыре сейных игрока, которые выиграли две партии из двух, против остальных, и вы видите жеребьевку, даже видите немножко результатов, это вам небольшой спойлер, надеюсь, что ничего страшного, вы, вероятно, и так знали большую часть результатов еще до турнира, и сейчас посмотрим еще пару партий из четвертьфинала, тоже было много всего интересного, начнем с моей партии против Андрея Кашаева, вот она, я играю черными, и это Джосека, это старая Джосека, это нормальная Джосека, немножко ненормально играть в такой ход, который сыграл я, потому что он оставляет слабость, обычно играют здесь, чтобы все было защищено, и все было прекрасно, но я решил оставить дыру, в отличие от первой партии, где Сурин против Рахмата сыграл такой ход, Кашаев играет прыжок снаружи, и это правильно, он просто развивается снаружи, оставляя прыжок на вторую линию, как потенциальная возможность в будущем, а пока что использует слабость моей позиции, и я очень зря, очень зря играю этот ход, а после этого этот ход, а после этого здесь, как будто я создаю вот как можно больше слабостей, и говорю, делай с ними что хочешь, а он делает что хочет, и я начинаю страдать, конечно, лучше всего было бы сыграть так, и быть без слабостей, все было бы отлично, но мы не ищем легких путей, и Андрей просто разрушает мою позицию, немножко теряет шанс сыграть L18 в центре, чтобы не позволить мне в этот момент сыграть ход L18, L18 держал бы мою позицию на плаву, и все было бы более-менее нормально, правда, я не использую этот шанс, и играю здесь, после чего все равно получаю этот болезненный удар, а также попадаю под атаку снаружи, и тут я провоцирую на разрезание, у меня был какой-то план, типа, сыграть здесь, и пожертвовать как-то вот так, типа, держась, едай правую сторону, я заберу левую, был какой-то план, это плохой план, но он был, тем не менее, Андрей нашел вариант еще лучше, играет такой ход, с надавливанием на мою группу сверху, и теперь используя Адзи камней, и здесь выясняется, что если я вытяну камень, то на этот ход мне придется вытягиваться снова, Хан играть нельзя, потому что этот камень убивается, а здесь что, с ИМИ, конечно, я выигрываю, но посмотрите, сколько очков остается у черных, и сколько там было до этого, это две очень разные величины, более того, еще снаружи остается разрезание, поэтому очень неприятно, я решаю пойти во все сяшки и выжать своей группой, пытаясь убить его группу после этого, но его группа выживает, мне нужно заботиться о своей слабости, он живет и выясняется, что у меня просто нет очков, сейчас я могу пойти на это ко, может быть, пытаться забрать эту группу, но неприятная атака на мою группу тогда получится, нельзя играть разрезание из-за двойного атари, и что-то неприятное здесь для белых, но есть вот такой красивый ход для создания миаи здесь и здесь и в итоге белый живет, а я буду под атакой и это просто нехорошо, поэтому я пытаюсь защитить слабость прилипанием, а Андрей спокойно съедает камень, я думаю, что, ну я же прилип к камню, он не ответил, надо забирать его, а он спокойно соединяется здесь, при этом атакую еще и мои камни слева, если я не сыграю слева, то меня можно и порезать потом, атаковать как-то здесь, можно здесь играть, вынуждая соединяться и строить магию, то есть лучше ответить, выясняется, что у меня просто нет очков, немножко тут три очка, в углу пять очков, здесь пять очков, справа нет вообще ничего, потому что все убивается с обеих сторон вообще всеми возможными ходами, и эти прыжки есть, в общем-то а у белых еще два угла вообще-то не разыграны, где они что-то обязательно получат, и я просто проигрываю Андрей Кашаев хорош в подобной борьбе, то же самое было в принципе против Антона, и что нужно сделать, чтобы отыграться в проигранной позиции, найти объект для атаки и попытаться давить на него, как-то использовать слабости противника, а что нужно делать, когда вы выигрываете, чтобы удержать преимущество, не создавать слабости, и идеальным решением для белых было бы сыграть здесь и как-то ну просто соединиться в центре, просто сохранить хорошую крепкую позицию, чего Андрей не сделал, он сыграл здесь, позволили мне переходить центра, сделать пару обменов и резать, и я получил свой шанс, тем более где-то через 10 ходов, уже довольно близко, началось биоми, а выживать такими группами в условиях нехватки времени они еще сложнее, и в итоге, что получается, возникла такая позиция, где Андрей находит классно это суде, и в этой позиции может съесть двушку, таким ходом, просто забирает всю сторону, и у меня вообще очков не остается, кроме, возможно, убитой группы в центре, и это страшно забил, поэтому он пытается ей выжить, он играет сюда, жертвует два пануки, соединяется, но я получаю, во-первых, два пануки, а во-вторых, больше камней в центре, чем было до этого, увеличиваю территорию справа, получается, на атаке, я сократил преимущество, которое было у белых где-то 10 очков, до двух, и это уже совершенно другая партия, вот, и здесь, уже на начавшемся боеме, Кошаи допускает еще одну ошибку, вместо спокойного добивания камня, отдавая двушку, ну и продолжение Йоса, каким угодно образом, он играет здесь, предполагая, что я не могу играть С7, возможно, я и правда не могу, потому что, если я сыграю так, то белый спасет свои камни, а как черный спасет это, пока что неизвестно, надо съедать разрывающие камни, но это не гетто, прилипание, вероятно, тоже не работает, очень сложно все это удержать, но я могу просто сыграть в центре в начале, то, что я успел понять, ведь я угрожаю убить его группу полностью, если он выживает, то я получаю пару дополнительных камней, с помощью которых теперь уже обязательно могу это съесть, так, 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 если бы случилось это, ну, белый умирает, и теперь у меня уже находится преимущество в пару очков, и так я ее сыграю посильнее, скажем, здесь, Андрей забыл сделать этот обмен, из-за чего я отыграл еще пару очков, да, ну, я без особых проблем, как кажется, смог довести партию до победы, есть еще один инструктивный момент, полезный, информационный, когда вы оценили позицию и знаете, что выигрываете, ну, не позволить спернку ничего сделать, в партии меня очень беспокоила возможность за белых сыграть здесь, и после этого так, конечно, тут черный выживает, есть и вовсе вот такое сэки, если что, если нужно сыграть сюда и начать какое-то тысячелетнее ко, и для черных это должно быть в порядке, но, но страшно, понимаете, что-то здесь может быть и не хочется такого допускать, если есть преимущество, то зачем, можно просто выжить и эту партию я уже спокойно доиграл, выиграв в итоге, сейчас скажу, 3,5 очка и я выхожу в полуфинал на победителя пары Александр Динроштейн и Дмитрий Сурин это последняя партия на сегодня Александр играет белыми и Фусеки я тоже немного промотаю до момента на левой стороне когда черный начинает атаку вот такой ход за мыть но не для того, чтобы именно убивать а для того, чтобы умереть ну то есть пожертвовать отдать камень получить камни снаружи и давить на угол просто небольшой прием так вам показать потом атака на группу справа и довольно неожиданно игроки просто делят доску пополам такие две стенки стенка белых стенка черных поделили нормально проблема в том что обе стенки бесполезны внутри черной стенки белая живая группа внутри белой стенки тоже очень легко выжать и очков там белой не построить давно вначале Сурин атакует группу соперника играет зубодробительный ход л9 спокойный медленный добивающий все слабости да только сильный игрок способен сыграть настолько медленный ход чтобы он был хорошим вы поймете что вы сильно играете если вы сыграете подобный ход и ваш тренер выгонит вас из клуба но не за то что вы сыграли что-то ужасное а потому что ему больше нечем вас научить черный избавляет от слабостей в центе заставляет белых выживать и теперь когда он живой и полностью его ничего не беспокоит может атаковать группу слева сверху и как-то разыгрывать оставшуюся часть доски да в целом дальше игроки просто пытаются заполнить оставшееся свободное пространство потому что там сложно строить очки все сводится только к тому чтобы не дать очки сопернику вот увидите там очков не будет по сути ни у кого и очень мало черный в итоге выживает своей группой справа осторожно таким ходом чтобы все было в порядке и да это было бы очень скучно если бы не одно но белая группа снизу она все еще не совсем живая можно остановиться на этом например сейчас и подумать а может ли черный убить группу то есть вначале обычно задается вопрос а надо ли убивать группу то есть можно ли выиграть без этого и если есть время очень хорошо оценить баланс и очень хорошо почитать можно ли убить группу то конечно же Сурим бы это сделал но он играет на биоме как обычно уже некоторое время всего 45 минут основного времени было на этом турнире что не так много на самом деле группа находится под жестокой атакой после хода м5 и у белых есть только один вариант выжить это сыграть здесь после чего ход о2 за черных это сента снизу только один глаз белый может поставить второй глаз в центре скажем таким ходом с 2 мя и типа еще вот так нужно черно спасать камень тогда будет глаз здесь и вот белый выживает но черный получил вот эти камни в центре и это очень большие важные полезные камни куча куча иоса как минимум но черный эту возможность не использовал правда у него была другая возможность несколько ходов спустя возможность еще лучше ведь внезапно умирают своей группой такой ход тоже не поможет потому что тоже ход здесь да у белых есть возможность получить ход n1 в центре он не помогает это все равно просто автомобильчик черный могли убить эту группу но они просто соединяются и белый в итоге выживает после чего Дин Руштейн спокойно доводит партию до победы в 2,5 очка это не сарказм это серьезные слова потому что игроки настолько высокого уровня топ российской федерации вполне могут начиная с какого-то момента доигрывать партию без каких-либо ошибок да ну и 2,5 очка здесь Александр побеждает и после партии Сурин сокрушался что не стал убивать белую группу ни в середине партии ни в конце после хода по 2 просто спокойно защитился позволил выжить зачем почему не стал убивать потому что было мало времени он не мог оценить баланс не мог посчитать работать ли этот ход не успел обратить внимание что ход Q3 ничему не угрожает и поэтому какой бы я хотел сделать вывод одним из важнейших навыков в игре является не только Йосов всякие прочее не только именно игровые характеристики но и умение но и умение распределять имеющиеся ресурсы не только силы на партию но и например время потому что Би Йоми Би Йоми решает и на этом я потихоньку заканчиваю вот смотрите снова на таблицу это видео это видео является только первым в серии видео обзоров Кубка Посла Китая далее будут обзоры партии четвертьфинала от других авторов ждите смотрите на канале все будет да ну и спасибо что были со мной эти 50 минут приходите еще в четверг вечером на канал РФГ потому что видите вот этот вопросик это недоигранная партия за третье и четвертое место между мной и Тимуром такой еще один спойлер и вечером в четверг будет партия на КГС и стрим на ютубе РФГ может где-то еще не знаю и к пятнице закончится эта серия обзоров разбором партии финала Антона Черных против Александра Динерштейна да и на этом я заканчиваю свою речь есть еще что сказать нет всем удачи и до встречи